Друзья сегодня у нас рубрика лучшие друзья человека помните хатика это пес породы акита ину а у нас сегодня в гостях его микрокопия древняя порода собак из японии встречайте сиба ину он же ши бо и ну японский карлик малая японская собака или себя к н и начнем мы с истории сиба ину является одной из самых древних и маленьких пород собак происходящих из японии ее история происхождения насчитывает тысячи лет что делает сиба ину одной из самых аутентичных и уважаемых пород в своей родине исследование днк подтверждает что сиба ину одна из ближайших первобытным собакам. Сиба-ину была изначально выведена в Японии для охоты на мелкую и среднюю дичь, такую как птицы и зайцы. Название сиба переводится как «маленький кустарник», что отражает способность собаки пробираться через густые заросли в поисках добычи. Иину в японском языке означает «собака», получается «кустарниковая собака». Собаки, подобные ей, встречались на территории современной Японии более трех тысячелетий назад. А найденные археологами керамические фигурки служат доказательством тому, что в III веке до н.э. в Японию прибыли корейские переселенцы, которые завезли собак со строконечными ушами и хвостом-колечком. В результате их вязки с аборигенными породами сформировался тот вид сиба-ину, который дошел до наших дней. В XIX веке японских собак активно вязали с привезенными из Европы поинтерами и сеттерами, чтобы улучшить охотничьи качества. В результате популяция чистокровных особей значительно сократилась. В начале XX века представители аборигенных пород проживали лишь в отдаленных уголках Японии, и местные собаководы решили заняться восстановлением племенного генофонда. В 1928 году при поддержке правительства Японии группа кинологов-энтузиастов основала общество по сохранению аборигенных японских пород. Члены клуба скрупулезно отбирали чистокровных особей, чтобы восстановить популяцию собак. После Второй мировой войны порода шиба-ину оказалась на грани вымирания, и все же участникам НИПО удалось разыскать чистокровных представителей породы, уцелевших в результате бомбардировок. Найденные особи стали основой для восстановления популяции. Международная кинологическая федерация официально признала шиба-ину в 1964 году. Гармония – слово, наиболее точно характеризующее внешность шиба-ину. Туловище японской собаки пропорциональное, спалансированное, а все его части идеально друг друга дополняют. Особи мужского и женского пола визуально отличаются. Самец более крепкий, мускулистый, а самочка изящная и грациозная. Сама собака небольшая, и средний вес взрослой особи составляет до 10 кг. Несмотря на это, они очень сильные. У сиба-ину очень высокий процент мышечной ткани по отношению к другим собакам. А что с характером? Эта собака очень активная, целеустремленная и независимая. И для того, чтобы ее достойно воспитать, нужно потратить уйму времени и сил. У шиба-ину на все есть свое мнение. Представители породы очень сообразительны и быстро понимают, кто от них требуется. Но из-за упрямства не торопятся выполнять команды и часто поступают по-своему. Японская собака настолько хитра, что всеми способами будет отстаивать свои интересы. Независимый темпераментный питомец хорошо ладит со всеми членами семьи, но выбирает и слушается только одного хозяина. Сиба-ину вообще очень сдержанно в части проявления эмоций. Но искренне и всем сердцем любит человека, выступающего в роли вожака. Хотя временами пытается доминировать, поэтому лидеру придется постоянно подтверждать свой статус. Сиба-ину ревностно относится к личному пространству и не потерпит покушения на свои игрушки или еду. Питомец будет активно защищать свои права и территорию, вплоть до проявления агрессии. Японскую собаку рекомендуют заводить в семьях с детьми старше 10 лет, так как несмышленые малыши могут случайно нарушить личные границы питомца. Шиба-ину с трудом уживается с другими домашними животными из-за охотничьих генов и стремления доминировать. Птиц, кошек и грузунов может принять за добычу, а с собаками делят пространство и ресурсы, что часто заканчивается конфликтом. Охотничьи инстинкты могут внезапно проявиться и на прогулках. Тогда питомец игнорирует команды хозяина, не реагирует на его голос и легко может убежать. Поэтому сиба-ину следует с детства приучать к выгулу на поводке и стараться всегда следовать этому правилу. Эта порода считается одной из самых чистоплотных среди собак. Сиба-ину обладают удивительной привычкой самостоятельно ухаживать за своей шерстью, подобно кошкам. Также сиба-ину избегают луж и грязи во время прогулок, стараясь оставаться чистенькими. Несмотря на внешнюю отстраненность, японской собаке свойственно любопытство. Она старается принять участие во всех событиях, происходящих в квартире без исключения, но предпочитает наблюдать за ними со стороны. Вообще, часто можно увидеть, как шиба-ину, погрузившись в себя, созерцает мир вокруг. Шиба-ину наряду с остальными японцами может часами смотреть на красивый пейзаж и находиться в глубоком единении с природой. Часто можно заметить ее в попивающей саке под ветвями цветущей сакуры. Да, собака воистину самурайская, и она четко следует кодексу древних самураев. Такая философия заставляет ее всегда быть верной своему феодалу, при этом очень чистоплотной и воинственной. Как говорится в Хакагуре, в ситуации или-или всегда выбирай смерть. Сиба-ину всегда выбирает смерть, ведь опасный путь – это путь смелого воина, путь самурая. Будешь выпендриваться – получишь кусь, будешь невежливым – тоже получишь кусь. Средняя продолжительность жизни сиба-ину – 12-15 лет. Породу формировали путем скрещивания сильных и выносливых особей, поэтому японская собака отличается крепким здоровьем и сохраняет активность даже в пожилом возрасте. А вам нравятся японские породы собак? Пишите в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами, кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформу Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забываем ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями – это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео-энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!